Привет, друзья! Рад вас всех видеть на канале Автоинструктор 62. Сегодня разбираем очень важный вопрос, волнующий всех начинающих водителей. Когда крутить руль в поворот и насколько его крутить, чтобы в этот поворот вписаться. Поехали! Итак, если вы будете не понимать ответы на данный вопрос, либо будете знать в теории, но не понимать на практике, то вы можете сделать грубую ошибку. И эта грубая ошибка может привести либо к лишению прав, либо вообще к ДТП. Если вы руль будете с поворота, вот мы хотим, например, давайте пока про поворот налево, повернуть налево. Если вы руль поворачиваете много, попадаете на встречку. Руль поворачиваете рано, поворачиваете на встречку. Руль поворачиваете мало, попадаете на край проезжей части, либо обочину. либо руль поворачиваете слишком поздно, вот с этой, например, точки, вы тоже поворачиваете на край проезжей части. Поэтому, как видите, это чревато. Так что же нам делать, как нам определить, когда крутить руль и насколько его крутить? Сначала поговорим о первом вопросе, когда крутить руль. И говорим сейчас про поворот налево, направо будет потом. Итак, смотрите, у нас всегда есть две точки. Давайте даже сейчас красным маркером нарисуем. У нас есть точка раз, это сплошная, либо двойная сплошная, да, от которой левее от нас, когда мы будем поворачивать, да, левее от нас, будет стречка. Ну, нам туда ну никак нельзя попасть. Да, нарушение пункта 8.6 это как раз лишение прав. У нас есть точка еще одна, правей от которой от нас, когда мы будем поворачивать, нам тоже попасть нельзя, потому что там край проезжей части, обочины и так далее, и так далее. Поэтому, первое, нам нужно увидеть конечную точку, куда нам нужно попасть. В данном случае у нас одна полоса, конечная точка у нас будет, это вот эта заштрихованная линия между раз и два точками. И видя это, мы уже понимаем, что если мы вот отсюда начнем крутить руль, водитель это видит, он попадет навстречу, он скажет, так, нет, мне нужно дальше проезжать с прямыми колесами. Если он продолжает сюда смотреть, режимом неваляшки, тоже посмотрите вот этот ролик, мы смотрим влево на дорогу, влево на дорогу, то есть мы контролируем куда мы едем, мы видим вот эту точку. То мы увидим, что если он переедет вот эту точку, то мы вообще не впишемся, тогда он примерно поймет когда крутить руль. Опять же, а на чем мы основываемся, отвечая на данный вопрос? Немножко не доезжая, то есть вы выезжаете на середину перекрестка с прямыми колесами таким образом, чтобы вы как водитель лично немного не доехали, 3-4-5 метров там, пол корпуса, корпус автомобиля, той точки, конечной точки, куда вы хотите попасть. То есть в данном случае у нас одна полоса здесь, а здесь тречка. Вы выезжаете таким образом, чтобы вы как водитель смотрели в левую часть ширины, общей ширины дороги, потому что она узкая, она двухполосная. На узких дорогах проще так. То есть либо вы чуть-чуть не доехали, да, вот середина полосы, и вы в данном случае немножко не доехали, те же 3-5 метров, своей точки, куда вы хотите попасть. Теперь давайте нарисуем на многополосной дороге, чтобы вам было понятно. Итак, вот теперь у нас дорога, например, трехполосная. Мы можем попасть в любой из этих рядов. Ну, допустим, что здесь у нас одностороннее движение. Справа налево. И мы можем попасть в любой ряд. Какой попасть нам нужно? Опять, мы должны это знать, мы должны это определить, потому что вы можете попасть в этот, в этот, в этот. Это зависит от того, когда крутить руль. Ну, например, мы хотим, мы хотим повернуть в средний ряд. Значит, мы выезжаем таким образом, чтобы смотрели в левый ряд. То есть вот водитель смотрит. Тогда он попадет вот сюда. Если вы хотите попасть в крайний правый ряд, значит, мы едем дальше с прямыми колесами, так, чтобы вы смотрели в этот ряд. Уже в средний. То есть вы в любом случае, как водитель, как водитель, чуть-чуть не доезжаете в свои конечные точки, куда вы хотите попасть. Теперь к вопросу, насколько крутить руль. А это зависит от крутизны поворота, в первую очередь. Ну, как правило, если перекресток стандартный и ваша скорость в районе 20-ки, если 90-градусный поворот, пол-оборота оборота хватает. Но это средний, да. То есть нужно смотреть. Если вы в повороте будете продолжать работать режимом неваляшки, вы будете продолжать видеть, куда вам нужно попасть на выходе с перекрестка. Поверьте, если у вас будет еще безопасная скорость, вы туда попадете. Что касается поворота направо. То же самое. Доски, к сожалению, вниз не хватает. Представим, что мы откуда-то оттуда снизу едем, собираемся вот сюда повернуть направо. Как можно повернуть направо вовремя, если мы не видим поворот? Опять же, никак. Вы то попадете на обочину, вы то попадете на встречку. То есть как получится, чтобы нам всегда туда попадать, мы также первое, что должны сделать, мы должны увидеть конечную точку. То есть мы должны издалека подъезжать, уже посмотреть и увидеть, где мой поворот. Дальше опять у нас возникает вопрос. То есть мы увидели, где наши полоса, режимом неваляшки, вправо на дорогу, вправо на дорогу. У нас уже возникает вопрос, когда крутить руль. Здесь вам поможет такой ориентир. Я об этом, в принципе, уже говорил в предыдущих роликах, но на канале много новичков. То есть вы едете, и вы в нижнем правом углу лобового стекла, вашего обзора как водителя, вы увидите бордюр. Край прожжей части, обочина, неважно. Разметка может быть сплошная. Так вот, вы едете с прямыми колесами до тех пор, пока она идет по прямой. Как только бордюр пошел в загиб вот с этой точки, вы тоже начинаете поворачивать руль. То есть вот мы едем с прямыми, с прямыми, пошел в загиб, то есть у вас с поля зрения ушла вот эта точка, вы начинаете поворачивать руль. А вот насколько его поворачивать, это опять же зависит от крутизны и поворота. Нужно продолжать в повороте смотреть, где там мой поворот, продолжать смотреть угол вот этой машины, чтобы вы не выехали навстречу. Видите, что вы езжаете навстречу, докручиваете руль. Видите, что резко пошли вправо, и можете задеть край прожжей части. Видите, угол, да, вот эту вот точку, а вы это, может, видите опять в правом зеркале. Возвращайте колеса в прямое положение. Опять же, все упирается и в скорость тоже. 20 км в час примерно должна быть скорость перед поворотом. Например, поворот направо. Включаю поворотник. Вот смотрите, в нижний правый угол автомобиля лобового стекла бордюр, видите, пошел в сторону, и я потихонечку начинаю его поворачивать. Он пошел сильнее, я руль докручиваю. Он выравнивается, я выравниваюсь. Мы едем по прямой, в правом нижнем углу мы видим бордюр. Как только он пошел в сторону, вот он пошел в сторону, смотрите, я руль немножечко поворачиваю. Он пошел сильнее, я поворачиваю руль сильнее, держу. В правом зеркале видим расстояние. Выравнился бордюр, мы колеса поставили прямо. На данном перекрестке я еду налево. Смотрите на знаки, наверху висят предписания, мы можем ехать налево. Но я также знаю, что после поворота я поеду прямо. Поэтому мы можем сразу повернуть голову влево и увидеть там знаки предписания. Не знаю, видно, от солнца отсвечивает, наверное, да? То есть, видите, там с трех полос можно ехать прямо. Еще не выезжая на перекресток, я уже понимаю, что мне нужно попасть в один из трех рядов, которые едут прямо. То есть, первый, второй, третий. Что в четвертый и в пятый мне попасть не нужно. Поэтому я уже сейчас при выезде на перекресток буду определять точку поворота колес. Ну, например, я хочу попасть в средний из тех, которые едут прямо. Смотрю на дорогу, еще. Все, и чуть не доезжая. Смотрите, я руль кручу немного. Полоборота буквально. Видите, я попал в средний ряд из тех, которых можно ехать прямо. Вот сейчас хочу за памятником повернуть налево. Я сейчас уже начинаю смотреть две точки. Смотрите, левой точкой вот эти вот бетонные ограждения. Правой точкой это сплошной островок, сплошная линия разметки. Встречки нет. Немного не доезжая, чуть-чуть начиная крутить руль. Видите, прекрасно вписываемся туда, куда нам нужно. Еще один пример. Поворот направо. Включаем поворотник. Для начала занимаем крайне правое положение. Еще раз включаем поворотник. Минимальная скорость. Бордюр пошел относительно резко в сторону. Делаю полоборота. Вижу, что не вписываюсь. Еще руль докручиваю. Как я вижу, что не вписываюсь? Потому что я начал ехать белому вот этому автомобилю в лоб. И так как минимальная скорость, вы всегда успеете среагировать на ошибку и руль докрутить. Или наоборот выкрутить. Понимаете, проблема основная это скорость автомобиля. Еще раз поворачиваю налево. Я уже сейчас начинаю смотреть туда. Все, вижу, где встречка. Одну точку увидел. Ага, все, надо крутить руль. Как я это понял? Чуть-чуть не доезжая из своего попутного направления. Все, замигал зеленый. Убеждаемся, что все остановились. Завершаем маневр. Видите, мы четко попали. Ни на встречку, ни вон туда, ни на пешеходную дорожку. Мы попали четко в свое буквально четырехметровое попутное положение. Перед нами большой сложный перекресток. Мы тоже поедем налево. Почему он сложный? Потому что он большой. Соответственно, новички теряются. Куда здесь ехать налево? Вот смотрите. Вот поворачиваем голову налево. И видим, что слева от проезжей части, потом идет арка, огромная разделительная полоса. Только потом наше попутное направление. Вон оно, попутное направление. То есть, если по расстоянию посмотреть, там буквально 8 метров, даже не 8, а 6 метров, куда нам нужно попасть. То есть, наша сейчас точка, да, конечная точка, это вон тот столб, вот этот столб. Сейчас автобус проедет. Наша конечная точка от этого столба до вот этого вот бордюра, да. Даже, ну, до другого столба. То есть, нам нужно попасть именно туда. Ни в арку нам нужно попасть, ни на встречку. И как можно попасть туда, куда нужно, если вы не посмотрите перед поворотом туда, куда вы едете Понимаете? Поэтому когда крутить руль? Чуть не доезжая Поэтому мы сейчас много будем выезжать на перекресток, на середину перекрестка Даже за середину будем выезжать, потому что много места Чтобы попасть именно вон туда, куда нам нужно А в какой именно ряд? Будем смотреть, пока мы ничего не видим Во-первых, вот этим на стричку тоже выехать нельзя Поэтому я руль делаю немножко вправее Смотрим в левый ряд И начинаем Видите, сейчас рано Вот я сейчас остановился Если мы отсюда поедем, можно и отсюда руль крутить, но немного И вы все равно попадете туда Понимаете? Это как раз то, о чем я говорил Что мы можем руль повернуть пораньше, но не так много И в то же время можем проехать подальше Но придется крутить нам руль много Поэтому я пока останавливаюсь вот здесь Все, никого нет Едем и вот чуть не доезжая в свое попутное направление Видите, смотрите на руль Буквально полуоборота я сделал Все, пешеходом не загорелся И потихонечку завершаем маневр Но я встаю в правый ряд, потому что он свободный Ну что ж, вкратце повторяем Отвечаем на вопрос, когда крутить руль в поворот Руль надо крутить в поворот Немного не доезжая своей конечной точки Подъезжая к перекресткам Вы начинаете смотреть сюда Делите дорогу пополам Видите, где встречка Понимая, что ниже нельзя Видите вторую точку, что туда нельзя Увидели свою конечную точку Исходя из этого, вы уже начинаете плясать Начинаем его крутить руль, чуть-чуть не доезжая Примерно корпусом машины В той точке, куда нам нужно попасть Насколько крутить руль, зависит от крутизны поворота В среднем полуоборота оборота хватает Но нужно смотреть Главное скорость, следите за скоростью Что касается поворота направо То же самое, мы должны издалека начинать смотреть Где конечная точка Режимом неваляшки Посмотрели, не поняли Вернули взгляд на дорогу Через 2 секунды опять посмотрели Ага, увидели поворот Увидели поворот, возникает вопрос Когда крутить руль Как только бордюр Край проезжей части, обочина Пошла в сторону Вы тоже начинаете рулем поворачивать в сторону Насколько крутить руль Опять же зависит от крутизны поворота Главное скорость Будет скорость небольшая 15-20 при 90 градусном повороте Вы успеете среагировать на ошибку Вы поймете, что Ага, что-то у меня угол на встречку Руль докрутите Либо сюда Руль докрутите сюда Но вот если у вас скорость будет 30-40 Вы ничего сделать не успеете Там даже опытные водители иногда не вписываются Ну что ж, ну а сегодня на этом все Все, что я вам хотел По данной теме я рассказал Остаются какие-то вопросы Спрашивайте в комментариях Всем отвечу по мере свободного времени Не забывайте подписываться на канал Поддержите лайком данный ролик Ну а я, как всегда, всем желаю удачи на дороге Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok